КОМИКС ФНАМ. ЛОВУШКА ДЛЯ СПРИНДТРАПА И что теперь, Фредберг? Я бы начал задаваться вопросом, не сумасшедший ли я, который разговаривает сам с собой? Но после последних двух десятилетий, я почти уверен, что уже знаю ответ. Что же я должен найти? Не убивай меня! Не убивай меня! Не убивай меня! Ты много болтаешь. Это ты так говоришь? Это что-то новенькое. Почему ты здесь? Честно, я не знаю. Почему ты здесь? Не знаю. Это не так уж и плохо. Здесь все спокойно. Здесь мне ничто не может навредить. Оу. Навредить тебе в сравнении с чем? Потому что если здесь есть кто-то с огромным топором... Роботы на сцене. Оу. Да. Думаю, в этом есть смысл. Так, ты это он? Да? Нет? Отражение или что-то в этом роде? Ты действительно был в ресторане? Угу. Ты меня знаешь? Да. Да, мы встречались. Я был... Тот парень. Тот, что в фиолетовом. Я сожалею. Что? Прости меня за то, что я сделал в ресторане. Там ведь никто не виноват. Я... Да. Да, я тоже сожалею о многом. Ты был взбешенным ребенком, которому механический медведь откусил голову. И это повлияло на все твои решения. Так вот ты где был? Да. После пожара. Оу. Я не видел тебя с тех пор, как умер. Поэтому не знал, смог ли ты наконец продвинуться дальше или... Нет. Я не хотел с тобой разговаривать. Никто из остальных тоже не знал. Да. Я это уловил. Эээ... Ты знаешь, что его больше нет, да? Что? Пиццерия Фредбера. Фредди. Независимо от того, как бы ты не хотел назвать ее. Она полностью исчезла. Ничего не осталось. Ничего? Ничего. Пепел и пыль. Никакого очищения от пятен крови и движения вперед. Никаких шоу ужасов. Все ушло. Чистый лист. Поверь мне. Похоже, ты переехал в... Что бы это ни было до того, как пожар действительно начался. Я был в самой гуще событий. Это никогда не вернется. Просто это будет одна из тех страшных историй, которые люди рассказывают детям, где никто не соглашается с тем, где это произошло и с кем это случилось. Настоящая реальность ушла навсегда. Ничего. Ты в порядке, малыш? Думаю, теперь я могу идти. Малыш? Малыш? А? О, снова один в темноте. В костюме кролика. По крайней мере, это мне знакомо. Мы все еще твои друзья. Ты в это веришь? Фредбер, если это ты, то ты только что перешел на совершенно новый уровень пожуки. Все твои части на месте. Все, что тебе нужно сделать, это найти их. Но я... Отдыхай. Ой. О, это же... Эй, ты уже встал? Ты был в отключке в целую вечность. Блин, что случилось? Земля выплюнула тебя обратно. Что? Ты пролетел в пяти футах над моей головой и ударился. Это было здорово. Да ладно, хватит валяться без дела. Ты был в отключке навсегда. Фредбер рассказал Фокси и Бонни историю о том, как тебя ударило по голове Чопан Дро. Фредбер здесь? Да. Он сказал, что ты, вероятно, захочешь поговорить с ним, как только снова встанешь и начнешь двигаться. О, поверь мне, я хочу. Ты собираешься побить его, не так ли? Может быть. Так что же там на самом деле произошло? Мне нужно было поговорить с кем-то, с кем надо было поговорить десятки лет назад. Думаю, наконец-то мы кое-что уладили. А, ты уже встал? Хорошо. Нам нужно поговорить. Я знаю, поэтому я ждал тебя здесь. Следуй за мной. Эй, это тот парень? Не здесь, если ты об этом спрашиваешь. Где-то, где он еще не застрял как медведь, верно? Он в порядке, Спрингтрап. Он сейчас в лучшем месте. Ты ведь знаешь, что после ресторана бар для него слишком низко, да? Он пребывает в покое. О, да, именно так. Вот это уже улучшение. Так что насчет меня? Угу. Я. Ты послал меня на все это. Бегать по всему этому месту. Чуть не быть убитым снова и снова. Все из-за этого кукловода. И я, наконец, поговорил с ребенком. А теперь? Что теперь? Не нужно найти другого парня, выбить из него все дерьмо или что? Спрингтрап? Да. У тебя есть все части, помнишь? Да. Остановись и подумай обо всем. Хорошо подумай. Кто дергал тебя за ниточки все это время? Ты ублюдок. Я не люблю лгать, но тебя нужно было подтолкнуть. Ты становишься очень решительным, когда чувствуешь, что есть что-то, с чем тебе приходится иметь дело. Это твоя самая большая сила и твой самый большой недостаток. Толчок? Толчок? Я прошелся по всей дубанной карте и... И помог кому-то успокоиться. Я горжусь тобой за это. Эй, как прошел разговор с Фреддером? Не очень. Почему? Потому что я все еще здесь. Я думал, что у меня есть выход из этого места и... Ну, я вроде как рада, что ты все еще здесь. Ты делаешь все вокруг намного интереснее. Так что давай, вставай. Ты же не сможешь найти выход, если будешь просто лежать и ждать, когда тебя переедет Чопун-дроу. Верно? Давай сделаем что-нибудь веселое. Это поднимет тебе настроение. Держу пари, у тебя достаточно оснований, чтобы поймать Стэмпи прямо сейчас. Хм, ты так думаешь? За последнюю пару дней у тебя было много практики. Я просто хочу знать, что ты планировал с ним сделать, если поймаешь. Сейчас? У меня даже нет никаких мыслей. Я предлагаю привязать к нему воздушные шарики. Очевидно, в прошлый раз это не сработало. Но я уверена, что сработает с большим количеством воздушных шаров. Да, хорошо. Дай мне воздушные шарики, и я с этим справлюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!